приступаем к созданию последнего блока нашего сайта это блок номер 8 в нем мы с вами будем создавать форму обратной связи чтобы наш клиент мог оставить заявку на экскурсию для этого мы с вами создали очередную строку с одной колонкой там все будет у нас в одну колонку судя по образцу поэтому копируем наш заголовок он будет крупнее чем обычно поэтому вставляем текстовый блок прописываем наш заголовок делаем ему размер 50 пикселей дальше чтобы он у нас смотрелся более аккуратным давайте мы его разобьем на две строки поэтому мы здесь вот стираем пробел и нажимаем enter он у нас перешел в две строки нам нужно выровнять по центру далее нам нужно с вами уменьшить высоту строки чтобы эти две строчки были немножко поближе друг другу для этого здесь существует настройка line-height мы с помощью нее регулируем эту высоту сделаем пока вот так дальше мы выберем с шрифт монстрат и в принципе заголовок наш с вами готов далее нам нужно сами сделать под заголовок возьмем снова текстовый аддон и вставим сюда текст нашего под заголовка скопируем здесь вставим так проверим нет ли там кого-то форматирование нет нету после этого нам нужно с вами его также разместить по центру нужно будет ему сделать размер шрифта я скажу более точный 27 шрифт и нужно будет сделать жирность 300 выделяем текст переходим в настройки и выбираем жирность шрифта 300 все вот он стал с вами потоньше и теперь мы можем немножко его уменьшить для этого мы делаем ширину нашего дополнения сейчас скажу сколько 64 пикселя точнее не пикселя это процентах 64 процента вот мы его с вами ужали и теперь нам нужно в стилях сделать уже знакомые действия это прописать автоматически значение справа и слева нашего текста все сохранили теперь давайте немножко сделаем отступы от нашего заголовка это мы заходим настройки текстового блока внешних отступах пропишем 0 пикселей везде и далее мы сделаем отступ пикселей 50 вот нашего основного заголовка сохранимся и проверим как это смотрится на сайте в принципе нормально никаких у нас висячих нету букв лишних и давайте сейчас сделаем форму обратной связи для этого нам нужно с вами сначала сделать разделитель как на примере вот этот вот линию для этого мы будем с вами использовать дополнение divider который ставит эту линию вот она здесь нужно что нам сделать оставим такой же цвет оставим ее размер и формат то есть здесь можно делать как точки так и тире либо вот точками и делать различную толщину но мы давайте ставим линию и пусть это будет все таки один пиксель цвет оставим серый единственно нам надо будет с вами отрегулировать высоту подступа сверху этой линии 60 пикселей сделаем и отступ снизу сделан тоже пусть будет 60 сейчас посмотрим как это будет смотреться равномерно или нет если что подрегулируем сохраним наши изменения и дальше нам надо с вами вставить вот такую форму обратной связи в самом конструкторе существует дополнение как сама контактной формы вот здесь вот контактная форма так и один из последних у них одно из последних дополнений которые они выпустили это конструктор форм здесь его не видно но она есть там можно конструировать форму как нам надо и не пользоваться никакими дополнительными модулями но в данном случае мы пользуемся бесплатным конструктором здесь все урезано и ограничено поэтому мы будем использовать дополнительный модуль обратный модуль форма обратной связи так будет правильно для этого нам нужно перейти с вами на сайт joomli.ru и здесь в разделе модуля выбрать модуль форма обратной связи данная форма она бесплатная ну тут конечно есть платные варианты с различными расширенным функционалом такой вариант мы будем использовать в своем платном курсе но на данном этапе нам подойдет и бесплатный вариант для того чтобы устроить на сайт и показать как это все работает для этого скачиваем здесь вариант бесплатно здесь нужно указать свой email адрес для этого я вставлю свой зарегистрированный ящик галочка я ознакомился с пользовательским соглашением и скачать форму обратной связи после того как вы нажали происходит скачивание вот она контактус заходим загрузки либо в те в ту папку files который я вам дал для скачивания там как раз таки вот эта форма уже есть поэтому что сейчас нужно сделать зайти в админку нашего сайта перейти расширение менеджер расширение установка и просто установить данный модуль все модуль сейчас установится на все установка пакет успешно завершена далее мы идем в расширение модули и видим что вот он здесь у нас появился сейчас он у нас отключен для этого нужно зайти в сам модуль и произвести некоторые настройки во первых нужно скрыть заголовок модуля позицию мы не выбираем состояние мы сделаем опубликовано далее здесь нам нужно указать адрес почты на которой мы будем с вами принимать заявки у меня это бмк 1 цвет кнопки оставим зеленый точнее мы не можем его менять так как это бесплатная версия и бесплатная версия цвет кнопки не меняется дальше поля оставляем имя сделаем это поле обязательным поле email нам не нужно будет телефон оставим сделаем обязательным темы письма не надо нам сообщение оставим пусть будет но это не будет не обязательно поле далее настраиваем заголовок всплывающего окна давайте сделаем заявка на экскурсию далее сообщение об отправке ваша заявка получена ваша заявка получена текст на кнопке отправки записаться причем за писаться далее выровнять форму по центру и согласен обработку персональных данных здесь нам нужно будет указать ссылку на страницу либо на pdf документ с вашим соглашением об обработке персональных данных это обязательное сейчас требование и желательно его выполнять все далее мы просто сохраняем так в вкладке привязка к пункту меню нужно выбрать показывать на всех страницах это обязательно иначе он не будет отображаться вкладка аналитика нам не нужна sms тоже не надо и все на этом настройка завершена нажимаем сохранить далее закроем модуль перейдем на нашу страницу здесь нам нужно снова все сохранить и обновиться чтобы для чтобы вставка модуля у нас получилось потому что вставив этот jumla модуль дополнение jumla модуль сюда на страницу вот здесь выпадающем списке у нас бы не появился будет контактус модуль только после перезагрузки сейчас он есть мы его просто выбираем нажимаем здесь применить и все наше дополнение установилось она здесь в редакторе выглядит очень криво все поехало но не переживайте на самом сайте это должно все быть нормально так мы сохранились давайте вернемся на сайт обновим страницу и посмотрим что у нас получилось наша с вами форма установилась давайте немножко они принципе оставим нормально здесь отступ неравномерно но смотрится неплохо что мы здесь сделали мы сделали поле имя и телефон обязательными а сообщение нет плюс у нас есть согласие на обработку персональных данных ссылка но эта ссылка ведет на главную страницу потому что мы не указали на какой адрес какой файл ничего плюс галочка записаться кнопка и все принципе теперь что сделать чтобы эта почта отправляла корректно заявки с вашего сайта для этого нужно в настройках админки зайти в общие настройки и вот здесь во вкладке сервер прописать вот здесь вот настройки частности это email сайта здесь нужно прописать такой вот формат новый play то есть без ответа собака здесь нам нужен наш домен сайта обязательно так вот мы копируем его сейчас этот тестовый технический домен что-то стираем потом когда вы подключите свой основной домен то надо будет прописать его здесь после собаки правитель письма сайт для бесплатного мастер-класса но давайте справим на сайт экскурсии как курсе все большим здесь ничего не с вами не делаем нажимаем сохранить и давайте все просто закроем так давайте проверим сейчас что у нас получилось обновим страницу и давайте что-то отправим заявку дмитрий и укажем телефон какой-то сообщение укажем и нажмем записаться так тут что мы неправильно давайте укажем какой телефон так вот там и вот так нажимаем записаться все запись на экскурсию ваше сообщение было успешно отправлено закрываем и давайте посмотрим почту на почту пришло письмо тема сайт экскурсии отправлено тогда-то имя дмитрий телефон сообщения с какой странице это было сделано в частности сейчас это главное из какого и пи адреса было сделано все формуна с вами работает все замечательно что теперь теперь нам надо с вами будет настроить некоторую анимацию на этом сайте плюс нам надо будет сделать плавную прокрутку так как у нас здесь вам есть кнопка записаться и она нас должна будет с вами отправлять вот сюда на эту форму сразу же минуя все блоки давайте этот момент мы рассмотрим в следующем видео на этом я закончу давайте посмотрим